Музыка И так, всем привет, с вами Дефезиум, и в этом уроке нам помогает водичка. Да, вот я бы тоже не сказал, что это похоже на водичку. Мы видим то, что эффект воды в аниме Studio Pro создать достаточно трудно, для этого нужно там дофига точек создавать. Это очень неудобно, там потом еще делать анимацию, то есть там одно что-то поднимается, другое опускается. В этом уроке я расскажу про вкладку векторы. Эта вкладка нам как раз таки поможет создать эффект красивой воды. Ну, во-первых, тут тоже, как и в размытии движения, одна группа, но она побольше, и тут нам дается пример. Первое, что тут мы можем, где мы можем поставить галочку, это у нас шумные края. Это у нас шумная заливка. Это у нас анимировать наш шум. Вот у нас получается движение. А это у нас экстра скетчи. И вот, смотрите, теперь у нас действительно похоже на воду. Тут есть настройки, которыми мы можем сделать нашу воду более четкой. Тут у нас количество разброса, ну, насколько сильно будут разбрасываться наши векторы. А это у нас масштаб. Тоже в пикселях измеряется. То есть, чем больше пикселей, тем будет у нас красивее. Ну, и, короче, расстояние между разбросом будет меньше. Вот это ёршики какие-то непонятные. А при значении, допустим, 50 я поставлю. Более-менее будет похоже на воду. Это интервал в кадрах. То есть, раз в 5 кадров происходит анимация. Это не очень красиво. Поставим 24 кадра, как и было. А это количество линий наших. Ну, это нам не нужно особо. Поставим. Все, ну, 3 поставим. Это у нас... Вот эта, короче, фигня делает такой эффект, который, ну, короче, более приятен к глазу. А вот это у нас, это старые кривые. Ну, не кривые, а контуры старые. В общем-то, благодаря этому... Этой вкладке наша вода стала водой. Всем спасибо за просмотр. На этом урок 22 заканчивается. Спасибо, что посмотрели этот урок. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok